Да, у меня еще пять боев по контракту, но если там они как по плану мы рассчитываемся, хорошо закончатся, будет продление контракта, но ближайшие два года у меня точно все связано с UFC, до 2014 года. После первого боя Хабиба президент UFC Диана Уайт поздравил его с победой и придумал российскому бойцу оригинальное прозвище. Он там пару вопросов задал мне, я ему сказал, сори, он посмеялся, ушел. Когда бой выиграл, он поздравил меня, назвал ветряной мельницей, но я потом этот менеджер перевел мне. Честно сказать, до сих пор у меня в основном в борцовской технике была склонность. Ну, сейчас мы последние полгода после моего первого боя на UFC поработали очень много над ударной техникой, и я думаю, в этом бою, в грядущем бою, меня мои поклонники, наверное, увидят в основном в ударной технике. Сегодня в клубе «Бастион» проводил мастер-класс Хабиб Нурмагомедов. Это единственный боец, который выступает успешно сейчас в UFC. Уже провел два боя, два из них победил. Скоро у него уже, практически через месяц уже третий бой. Вот сейчас он к нему готовится, и перед подготовкой он решил дать нам интервью. Привет, Хабиб. Привет, брат. Очень приятно тебя видеть. Всех больше всего волнует вопрос. Расскажи, как, вроде бы, обычный парень, ну, конечно же, необычный, раз уже в UFC. Необычный. Обычный парень. Как все, все занимаемся ММА. Как вообще первый бой в Америке он отличается от остальных боев? Ты же до этого провел 16 боев. Ну, честно сказать, физически не отличался, но психологически, да, психологически очень тяжело было, потому что столько людей этого ждало. И, как бы, психологическое давление было, конечно. Следующий бой с Тиаго Таварусом. Ты уже смотрел его бои? Да, да. Я с отцом очень много разбирали его бои. Почти каждый день я смотрю до сих пор тоже его бои. И готовлюсь к нему. Можно сказать, чем первый, а во втором бою, сейчас я буду еще лучше готов. И в психологическом плане, и в плане ударной техники. А это какая-то секретная информация? Ничего секретного нет. Просто я готов ко всему. И в стойке, и в партере. А будешь акцент делать на чем? Немеральности нет. Я начну бой, как бой пойдет, так и продолжу. Понятно. Скажи мне, вот, в чем все-таки ты на самом деле сейчас реально первый боец, единственный боец, который в UFC сейчас успешно выступает. Были до тебя попытки, конечно, и Андрей Семенов пробовал. Но никто успешно там не выступал. Вот в чем секрет? Не могу сказать. Просто чуть-чуть везения, чуть-чуть, можно сказать, чуть профессионализма. Может быть, потому что я каждый день тренируюсь, в день по три раза. И, ну, не знаю, может, в дальнейшем будет, вот сейчас через неделю Рустам Хабилов дерется, может, он начнет успешную карьеру. Все может быть. Сейчас Азамат в марте будет драться, перейдет на 57 килограмм. Ну, видно будет. Давай вернемся к тебе опять. Расскажи вообще, вот, с кем, если товароса сейчас ты пройдешь, когда вообще, ну, планируют чемпионский бой по контракту? И вообще, и с кем бы ты хотел бы на самом деле встретиться? Потому что, мне кажется, легкий дивизион очень интересный. Там есть такие классные ударники, есть очень классные борцы, есть очень классные смешные усилия. Ну, если я сейчас посмотреть, я в UFC нахожу 13-14 номер. И если я выиграю товарос, я уже, думаю, в десятку войду точно. И уже можно будет, уже уверенно просить бой с Диазом. Я думаю, потому что, потому что братья Диазы очень известны в Америке. И уже, если я выиграю этот бой, уже я тоже буду, уже недалеко последним парнем. Уже я тоже могу уже просить бой, и уже буду просить бой с Диазом. Ну, если, конечно, это дадут. Ну, посмотрим, будет видно. Ну, а так хотелось бы встретиться с Диазом. Очень интересно будет. Ты смотрел сегодня Бенсона? Да, я смотрел. Я даже то, что прогнозировал. То, что я говорил, это то, что Густавсон роли и Бенсон выиграет. Получилось, только мой друг проиграл, Майк Свик. Ну, что поделаешь. Да, Майк Свика очень жалко. Нокаутом. А как вообще бои тебе понравились? Да, я очень понравился. Особенно первый бой. Это Юргенсон. Немного провокационный вопрос. Так как ты выступаешь в UFC, ты уже вживую видел очень красивых девушек там. Арианне и Бритне. Ты их видел? Да, видел. Кто больше нравится? Арианне или Бритне? Или не можешь сказать? Или нравится нам одинаково, или не нравится вообще? Да, они оба неплохие. Просто чужие не берем. Понятно. Можно немного про тренировки свои рассказать? Ты сейчас, вот ты говорил три раза в день. Это общие тренировки или, например, с утра борьба, ударка? Утром у меня обязательно бег, минут 35-40. Потом растяжка и уже ускорение бывает. 30, 60, 100 метров. Ускоряемся, потом чуть борьба на руках. Резина и все. И обедом уже или борьба, или спарринг. И вечером смешиваю. Или обедом борьба, вечером спарринг. Или вечером спарринг, обедом борьба. Вернемся к UFC. Кто тебе вообще импонирует больше всего как боец? Есть какой-нибудь любимый боец? На кого хочется быть похожим? Ну, или просто за кого ты всегда болеешь? За кого болею? Мне нравится Фрингет, короче. И, конечно, Рори Макдональд нравился. И кормей его лаской. Кормей, я думаю, перебет там всех. Потому что я с ними тренируюсь и вижу их перспективу тоже. Слушай, еще я слышал, что ты с Кингмо дружишь. Да, с Кингмо очень хорошо мы дружим. Прежде чем мы сразу увидимся. У меня как раз возле него там снят дом. И общаемся много. Играем PlayStation каждый вечер. Во что играете? Марио. Супер Марио. Как ты считаешь, через сколько лет уже российские бойцы смогут на уровне конкурировать с американскими и бразильскими? Они вроде уже начали. То, что сейчас по несколько бойцов. Думаю, через полтора-два года. Через полтора-два года уже там будет на самом деле. Много народа. Ну, с нашего зала через полтора-два года в UFC будет точно драться уже пять-шесть бойцов минимум. Это потому, что мы идем по плану. Но если планы будут работать, возможности появились. А с чем это связано? Как-то изменили манеру подготовки? Нет, просто менеджмент появился. То есть как деньги какие-то появились? Нет, нет. Просто менеджеры. Тогда не было дороги пару лет назад в Америку. А сейчас такие менеджеры, как Жирнаков и Сэм Карден очень много делают для этого. У каждого там по 15 бойцов можно сказать. У одного там в UFC двое. У Жирнакова в Белатуре очень много. Да, у Сэма тоже там в Белатуре бойцов Сэм. И просто менеджмент появился и все. Спасибо большое за интервью, Хабиб. Не за что. Еще ребята говорят, что у нас мало динамики. Это будет довольно странно звучать. Хотел бы, чтобы ты меня ударил рукой в живот сильно. А это они увидят? Они это увидят, да. Нет, я просто другое сделаю. Я скажу, что кучерявый злодей – это добрый злодей. Или как я хотел сказать? Кучерявый злодей – кучерявый добряк. Это лучше быть. Бить не буду уже. И просто скажи, пускай не критикуют бойцов. А то бой там, как только кто-то проиграет, сразу начинает это. Спасибо тебе огромное. Всем большой привет. Спасибо. 19 января я буду драться в Сан-Паулу с бразильцем в Бразилии с черным поясом по джиу-джитсу. Лучший легковец в Бразилии – Тиаго Таварес. Честно под него готовились до сих пор. И дальше тоже. Сейчас завтра улетаю в Америку, и там тоже буду продолжить подготовку к нему. Честно сказать, я готов ко всему. Неранности нет и в стойке, и в партере, и по выносливости. Я готов ко всему. Не сказать, что я готов на все 100%. Но через 40 дней бой. И я думаю, через 40 дней я войду в оптимальную форму. И без разницы, где драться. У меня в планах только выиграть. И я готовлюсь только к победе. Но это спорт. Всякие моменты бывают. И я готов ко всему – и к поражению, и к победе. Но настрою меня только на победу. Астра. На. 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 Субтитры сделал DimaTorzok